Моё поколение освящено музыкой Битлз, которые для этого и были неспосланы. Ни одному поколению в истории не повезло так, как нашему. И всем народам надо было переходить от ненависти к любви, ибо пришло время. После Второй мировой бойни наступило успокоение. Даже политические напряги спали. И тут-то на пустую сцену мира вышел рок-н-ролл. И человечество врубилось. Начался праздник, который в 50-е и 60-е годы превратился в духовную революцию. Никогда, как в 60-е годы, со взлётом Битлз, музыка не входила так глубоко в сознание человека и не влияла так удивительно на все уровни жизни по всему миру. Наверное, в последний раз нечто подобное было только в Древней Греции. Но наше время выиграло и стало самым потрясающим в истории человечества, потому что у нас есть электрические гитары и битлы. Специально устроенный ими праздник – это уже Форево. Он объединил молодое человечество в движении к любви и свободе. Это такая сила, перед которой всё померкло и стало ерундой, даже смерть. Битлз поднесли нам полную чашу, которую поколение 60-х годов испило до дна, а благодаря Джону Леннону ещё и сумасшедшим блеском в глазах. Ибо Джон и Битлз стали больше, 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 чем музыка, больше, чем жизнь и любовь. Они стали безумием. Они стали высшей формой кайфа перед Богом. Наши отцы всю жизнь воевали друг с другом, портили воздух человечеству, отсиживали свои сроки ни за что, играя в начальников и молчальников. А мы всю жизнь пели, танцевали и безумно радовались, несмотря ни на что, ведь альтернативы не было и до сих пор нет. На наших глазах Россия перешла из прошлого в будущее, сбросив камень совка с души, и мы были тому свидетелями. А наш любимый рок-н-ролл отлично озвучил этот процесс, ибо музыка Битлз есть лучшее, что Господь послал нам к столу жизни. Мы и сами вкусили, и другим поколениям дали попробовать. Пир продолжается, и музыка тоже. 2004 год оказался, как всегда, как любой другой год из этих сорока лет рок-н-ролла в России. Оказался не только великим, а для Петербурга еще и апофеозным. События следовали одно за другим. Весь год, весь 2004 год что-нибудь происходило. И первым событием года был день рождения Джорджа. Еще до дня рождения Джорджа, до 25 февраля, которым обычно открывается Нью, Битловый год, мы тихо узнали, что Пол едет к нам с концертом. Кто-то уже говорил о безопасности Пола, но добрая весть о концерте на Дворцовой площади уже витала. Неужели? Вот это да! День Джорджа прошел отлично. Все было made with love. А иначе нет смысла, который только тогда и появляется. Концерт 25 февраля в клубе Курьер с более чем десятком групп и при том в 15-летний юбилей Дней Джорджа в Курьере завершился праздничным банкетом. Хэппи безды, моя сведёч! А через три дня наступила весна. Вот портрет нашего Паши, сделанный художником питерским Петром Рейхетом специально для концерта нашего дорогого Паши на Дворцовой площади в Питере в 2004 году. Итак, сначала появились слуги. Со вкусными подробностями Пол Маккартни, как и обещал, приближался, поднимая чистый весенний ветерок. Стало известно, что свой бёздой 18 июня Пол будет отмечать в Питере! Вот это да! Наш храмовый комитет взялся за письмо Паше всеми свободными руками. Снова дико захотелось увидеть его близко и побыть рядом с ним хоть немного. И в марте мы отправили его письмо по пяти адресам. Только бы дошло, и наш Паша согласился бы встретить свой бёздой вместе с нами в нашем офисе. Ух! Уже около 20 лет мы отмечаем 18 июня, его день рождения на заливе. Это действительно вайлдлайф пати! И Паша без сомнения смотрелся бы там отлично. Чем бог не шутит? И вообще, что можно ожидать от Битла? Только сюрприза! Tomorrow never knows! И поэтому люди Пола скрыли от него наше послание. Я всегда мало доверял людям в чёрных костюмах на охране. Но, тем не менее, одним словом, ответа на наше письмо не было. И мне сейчас до сих пор обидно. Но сам Паша прилетел. Его джет прошёл над заливом из Хельсинки в Пулково в 15.00, прямо над нашим разгульным праздником на берегу залива в Тарховке, когда фаны от слова «фантастика» громко распевали его песни. Паша приземлился как раз напротив нас через залив. Это был торжественный момент. The Beatles are coming! В 1964 году эта фраза о пришествии в Битлз в Америку сияла на пяти миллионах стен Америки, ибо столько стикеров было расклеено. Пришествие второго из четырёх Битлов в Россию в 2004 году также имело отличную, хотя и не подсчитанную рекламу. По крайней мере, ни на заливе, ни в Пулково дождя не было, а только солнце. К вечеру народ ликующий чуть угомонился, и кто есть, пожаловал на грандиозный банкет в офис храма любви Джона и Битлз на Пушкинскую 10. Это были друг к другу друзья с одним и тем же вопросом. А где Паша? А что-то он поделывает в нашем городе сейчас. Почему он не приезжает к нам шампанского попить? А Паша, уже пять раз приглашённый и негласно заявленный, был рядом. Он чуть-чуть, всего два квартала, не доехал до офиса храма. Он, как на следующий день мы узнали, отмечал свой день рождения в ресторане на улице Радищева. Чувствуя друг друга, мы поднимали кружки. Он бокалы. Одновременно и пили за то же. Хэппи-бёзды, Паша! Я не сомневаюсь, что ты счастлив в нашем городе. На следующий день Паша спал долго. Мне неожиданно позвонил охранник. Не знаю, был ли он в чёрном костюме, но около 11 утра у меня раздался звонок, и какой-то голос потусторонний сообщил, что Паша ещё спит, или что дальше будет делать. Он не знает смысла охраны. Оказывается, Битл Пол Маккартни в ночь на 19 июня 2004 года в Петербурге не ложился спать до утра, слушал балалайка и пил водка. То есть был дринькин энд рингинг. И при том не в своём дворце, а в соседнем охранник называл его коттеджем. Днём он, в смысле Паша, проснулся и ближе к вечеру гулял по бережку залива и даже изволил прокатиться на яхте. Ну а мы, отлично настроенные, настраивал там мастер, пошли в клуб Порт, что на Исааковской площади, послушать легендарную Майбони в исполнении кого? Да, конечно же, Тони Шеридана. Он прикатил в Россию как раз к этому символическому событию нашей истории. И собрал только ползала, что нам совершенно не испортило отличного настроения. После этого концертика мы прогулялись до Дворцовой и внимательно рассмотрели, как достраивается сцена, которая завтра будет взлетать. А потом наступило 20 июня 2004 года в Сандой. И было это в центре города Санкт-Петербурга. И было это лайв-шоу офф Пол Маккартни Битл. Великого басиста и друга Джона. И хотя перед шоу пошел дождь, фу, черт бы его драл. Но именно в тот момент, когда Пол вышел на сцену и запел «Джет!», выглянуло солнце. Настроение было улетное. Тотальный праздник. Let it Beatles forever! Пол is life! Концертище Пола в Петербурге осенил и очистил не только тех почти 100 тысяч человек, кто был на площади и вокруг, но и всю Россию. Ибо музыка такая. Это был именно праздник души, как Пол и обещал. И вот сейчас, по осени, в конце года, когда все просеялось и собрано урожай, хочется спросить, «А что может быть круче?» Пауза. Ведь на этой же площади 90 лет назад выступал наш несчастный Николашка II. Правда, без аппарата. Но тоже перед изрядной толпой. И призывал к защите России, ибо начиналась война. Но Паша пел, а Николашка, увы, глаголил. И наш любимый герой «Вне времени и пространства» Пол Джеймс Маккартни спел все те самые мирные песни нашего времени, которые поддерживают надежду и веру в то, что война – это бред сумасшедшего. Это вообще немышлимо. Это позорище человечеству. Пол пел песни любви. Как всегда. И только песни любви. Как последние 40 лет его жизни. Ведь у битлов других-то песен просто нет. Ясно, что Паша круче Николашки в тысячу раз. И что вдвоем в один микрофон они бы не спелись. Между ними есть еще одна разница. Перед Николашкой толпа встала на колени. А перед Пашей на бис. 20 июня во время концерта на Дворцовой площади Пол Маккартни исполнил знаменательную вещь «In St. Petersburg». Хотя в этот же день, во втором часу днем на саундчеке он пел другие слова, а именно «St. Petersburg» «Again». Но во время концерта перед самым началом своей посвященной Петербургу вещи Пол хорошо поговорил с народом, с русским народом по-русски. Разговор Пола Маккартни с русским народом на Дворцовой площади перед исполнением «In St. Petersburg». Пол «It's a silly question. Are you having a good time, народ?» «Yeah!» Пол «You'd never know. You'd never guess. It's great to be here in Russia. It's always great for us to be in Russia. Beautiful to be here in St. Petersburg». Peter Питер 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 Beautiful народ «We love you!» «We love you!» Итак, еще 10 раз Пол «Я люблю вас тоже!» «We love you too!» «У-у-у-у-у-у!» «Thank you!» «Right!» И пошла музыка. И Пол Маккартни спел вещь «In St. Petersburg» «Живьем». Слова, музыка и «Voice by Paul Маккартни». Написана вещь в день исполнения. И заканчивается она словами. «In St. Petersburg» Yeah, спасибо. Остается Джон. Если дать воображению волю, что Джон нам и предлагает и представить концерт Джона на Дворцовой площади, то многоточие. Джон обязательно из любви приведет японку, которая своим спешл номером будет разбивать поток джоновской музыки. А вот если бы японки не было бы и не было бы ее шороха в клубе Пор, то Джон накатил бы девятый вал своей музыки с группой Double Fantasy, of course, на Дворцовой площади. Вот тогда бы мы увидели, кто круче на сцене – Джон или Пол. А что вообще круче – музыка скорби или музыка радости? У Бунина в одном рассказе есть мысль, что только музыка скорби может вызвать у человека самые глубокие душевные наслаждения. И если представить, а потом еще и вообразить концерт Джона в 2004 году на Дворцовой, со скрывающей его «Come together», затем «Mind games», затем «Bless you», «Girl», «I'll be back», «Imagine», «Walrus», «God» и на кода «All you need is love». Она так и слышится в расширенном варианте минут на 15-20 и с участием нас всех. Вот это был бы хор. Это был бы хор любви и мира. Это было бы то, то, что надо. То – это концерт Джона в 2004 году в Петербурге. Должен был бы закончиться откровением человечеством, кающимся, кающимся, со слезами и молящимся о всепрощении. И уже в самом конце воображения, после многократного скандирования самой главной фразы века «All you need is love», па-па-ра-ра-ра-ра, несколькими десятками тысяч голосов под последний аккорд «A day in the life» логически последуют. Первое – окончание всех войн на Земле навсегда, остановка военной промышленности, закрытие всех военных заводов, закрытие тюрем и воцарение братства людей на планете Земля. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...